Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит Ревсит Восем. С вами лицемер лунатик, фанатик, еретик, а проще нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение оригинальной японской версии Resident Evil 2 или Biohazard 2. Ну, вторую часть Resident Evil. Сегодня у нас продолжение сценария. Заклая Redfield сценарий B. Я ведь уже пробовал проходить, но у меня не сохранилась игра. Почему-то Bandicam опять мне дал просраться. Ну, а мы не забываем ставить любые тем, кто не подписался на мой канал. Обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. А также вступайте в наши группы ПК-59 и наши 90. Все ссылки есть в шляпе канала. Ну, а мы поехали. В самый разгар эпидемии Т-вируса в Ракунт-Сити Леону Кеннеди удалось покинуть город плечом к плечу с одной из выживших женщиной по имени Ада. Шпионкой, которая искала смертоносный Джи-вирус. Но, несмотря на это, Леон был не единственным выжившим в этой катастрофе. Девушка по имени Клэр Редфилд приехала в город по своим делам. А именно, узнать правду о таинственном исчезновении ее брата, Криса Редфилда, полицейского из подразделения Старс, отряд Альфа. Только теперь ее цель стала несколько проще. Просто выжить в кошмаре под названием Ракун-Сити. Ракун-Сити. Ну вот я и приехала. Вот ведь маньяк. Какого черта он укусил меня? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Отзовитесь! Хоть звук не отстает от видео. Это видео от звука. Привет. Слушайте, простите за беспокойство, ладно? Просто не подходите ко мне. Вы меня слышите? А он просто отнимашки хочет. Стой! Не стреляй! Придни! Нам нельзя здесь оставаться. Пойдем в полицейский участок. Там безопасней. Сюда! Пристегнись. Хорошо. Ну, а этот мультик мы, ребята, знаем. Вот мы очутились после взрыва-то. Ой, бляха-мух. Чуть-чуть ему... Че такое заправление-то у меня? Че-то я сегодня подтупливаю. Ой. Мужик, проходи-проходи. Ой, 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 ой. Ну че вы такие любвеобильные-то с ними обнимашками? Да, как вы знаете, помните, взорвется грузовик этот и их разделится на обмен с одной стороны, другая с другой. Вот мы сейчас с другой стороны оттопырились. Так. Ой, 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 ой. Витя. Спокойней, Витек. Витек? Ой, Витек. Ой, 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 ой. Че же вы такие это? Да, видите, мы с другой стороны идем. Я иду сейчас специально проходить игру. Опять же, до Бретта. Патроны я не собираю. Как вы понимаете, нельзя. Забрал патроны, не получишь, не получишь Бретта. О, копы стоят. А тут, по идее, тогда мы когда бегали мужики, и баба вот здесь стояла. Ну, как-то странно. А, вот мы теперь знаем, почему вертолеты рухнут. Узнаем. Эй, иди сюда, скорее. Не могу здесь перезеплиться. Я сброшу вам лестничную веревку. Забирайтесь по ней. Да давай, совсем немного. Отцепись от меня. Забирайтесь, не подходите ближе. Уходите. А, так вот почему в европейской версии мы могли поднять из вертолета всякие бонусы. Потому что там турпешник-то вот этого чувака. А, зомбаки вздохнут? Ага. Все отлично. Но мы идем до Брэда. Ни с кем не сталкиваясь. Ничего не поднимаем. Мы идем все спокойно до Брэда. Так. Карпуши, идите нахер. Карпуши, нахер. Фу. Тех мы прошли. Сейчас патроны. О, блядь, ликеры, ликеры. Нахер ликеров. Так, с комнаты сейва. Так, с патронами. А, мне патроны нужно взять. Ничего брать. Да блин. Как печально, а, ребята. Без патрошков-то бежать. Если ты сейчас, Андрей, опять смотришь, то давай-ка мы сейчас с тобой за Клэр проверим. Потому что за Леоном, помнишь, проверяли, что дверь эту не видно все равно? Ну, за дверью что творится? За воротами. И травки не было, да? Давай проверим сейчас, что за Клэр. Есть она или нет. К управлению привыкаешь. О, базука лежит. Ну, М79. Ну, ее всегда написано было базука в русских версиях. Так, сейчас проверим, проверим, проверим. Хера. Ничего нету. Не видит. Не видит. Так, с травки, с травки. А, она не здесь. И здесь, урона. Ее нету. Андрюха. О, братуха ходит. Брат наш. Так, ладно. Брат. Подожди. Нам сейчас не для тебя. Но надо патроны взять. Ибо... Тринадцати патронов я на сто процентов уверен, что мне не хватит на тебя. Где я патрон-то возьму? Ах, точно. На втором этаже только. Здесь я могу взять ракетницу, но он по зубам. А, блядь. Толпу я не хочу ее тратить на Брэдок. Полезем по лестнице, что делать? Пойдемте, соберем патроны. У него без патронов, как я... Просто скажу, ребят, здесь печально жить. Особенно... Потом-то, как за Леню-то, вон, как вы помните, пропадил. Отконечно напал. А от самого начала это просто хардкор. Это просто выживание. Так, срез патронов. Это хорошо. Не надо мне ее. Я говорил про дневник. Ну, вот. Мы не будем читать. Вы... Хотя могу дать вам прочитать. Кто не читал, вы можете нажать. На паузу прочитать. Потому что мы это за Леона уже читали. Поэтому я это просто пролистываю. Вы можете нажимать на паузу. Те, кто не смотрел прохождение первого сценария за Леоном, могут сейчас вот глянуть. Глэр торчит хвостик вверх. Хвост с пистолетом. О, Гэр Бегов не хвост с пистолетом. Дядя Брэд. Дядя Брэд, а вы живучий, вам не кажется? Дядя Брэд. Вот одно обоим уже на него уделали. Брян. Сдох, сдох, сдох. Ура, дядя Брэд умер. Конечно, жалко по идее мужика, но... Че поделать? Ну, есть волшебный ключик. Туда, понятно, мы не выйдем, вот и закрытая дверь будет. Здесь тоже ничего в кустах не появилось в случае. Нет, ничего нет. Вот так, кстати, выглядит тут местность, да? Вот как будто в этом что-то в кусте должно быть. А тут нифига нет. Так, ребята. Мы идем, мы идем, мы идем, мы идем. А куда мы здесь идем? А, мы идем вверх. Есть один путь вверх. Так, сейчас еще подумаем, мы подумаем, подумаем, подумаем. Блин. Рискованный трюк, что ли, сделать? Это вы помните, где я ушел-то вот? Где, по идее, мы в первом сценарии поднимали этот... Вентиль. Я пробежал, там патроны не взял. Я думаю, туда сходи. Тут что-то у меня патронов-то... Маловато будет. Как бы нема патронов-то. Так, ликер и ликер, идите в пень. Спустимся сюда вначале. Блин, я же ничего не выложил, да? Войл лох. Дайте-ка я скажу, выложу все. Ладно, давайте пропустим пока эти двери. Эти моменты все будем сейчас пока пропускать. Так, ликер, иди в пень. Я же забыл выложить все нахрен лишнее. Ну ладно, насчет тракедицы я думаю. Насчет нее я еще пока подумаю. Захтал, хотел прочитать, что у нее за пушка-то. Браунинг HP. Производитель FN Бергия. Угу. Появил АСы. 9 на 19. Парабелло. Что написано? Ну, понятно. Это так называется. Гранатомет М-79. Боеприпас. Во. Тут нормально описан. Вот. Хороший перевод. Нефи одобряет. Так, травка. Травка это вообще всегда гуд. Без травы и жизни ты. Без... Как играм? Без кота и жизни-то. Без травы и жизни. Не та, точно. Без травы ты уже не ты. Сейчас я двери не пропускаю. Ну, видите, в ПК-версии можно двери пропускать. А это только одни патроны. Как я помню. Так, вот он, вентиль. Так, с рептиками. Замачки, замачки. Давайте, давайте. Давайте вы сюда пошлепаете. Так, давай, давай, давай. А мы сейчас с тобой погуляем. Хочу попробовать вас увезти. Чтоб ни патронов не потратить. Ого, да, построится. Вот мы еще... Ну, четвертый там, а я четвертый, понятно. У вас тут трое придало. Так, ребята, выходим, выходим. Так, пойдете или нет? Во, во, во. Раз, два. Раз, два, мужики. Эти двое, это умные. О, Федя так и лежит тут. А, это Петрович у нас, да. Второй всех быстрее тут накушался. Сэр Петрович. Вау. Че это у вас так? Че это у вас так-то? Так. А мы сейчас... А мы уйдем обходными путями. Ой. Васька. Вася, валяется. О, патроны, патроны. Так. Напомним пароль. Два, два. Три. Шесть. Он не изменился. Ну, возьми. Так и быть, уговорили. Так, тут травка должна быть. Ага. Одна травка так и осталась. Больше ничего. Ребята, гуляйте, гуляйте, гуляйте. Я вас не знаю, вы меня тоже. Те, реально, уже больше ничего нет. Нет. Обломно. Ну, мы идем наверх, чтобы потушить вентилем. Ну, и, конечно же, я все равно сделаю за рискованный рюк, я скажу за патронами. Ой, тут же мужика еще есть. Точно. О, миштячок. Ага, барона, барона. Карпуша, идите нафиг. Вах, карпуша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Клэр, открывай дверь быстрее. Сыка, на эти карпуши, ну, такой толпой-то. Заклюют меня, нахуй. Вон. Пойдемте проверим, может, за Леона тут не было ничего. Может, за Клэрном что-нибудь полезное тут дадут. Скажет. Чувак, живи, держи. Угу. Хрен там, ничего. Да. Короче, нам ничего не дали. Ну, пойдемте рискованный трюк. Вжук, 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 рискованный трюк. Тут копы были. О, смотрите, все, девка эта появилась. Копы-то ушли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-новому зомбакиту встали. Копы-то куда фуражки-то сиделись. Копы ушли куда-то. Ну, новое место летания. Патроны. Патроны. Ой, патроны, патроны. Ух, хорошо. Блядь. Да ну нахер. Не, нахрен сваливай, свайр. Патроны дороже всего. Так. Опа. Опять они поменяли. Смотрите, они эти. Тут были цветные, рубашка. А тут сейчас эти. Ой, коп сюда ушел. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это пиздец. Маневры, ребята. Вы видите, видите? Хардкор. Сто третий. Вот, ну, Терминатор. Тут Терминатор был 101 модель. А это 103. Я же говорил, что вторую часть и третью создавали, насмотревшись фильма Терминатор 2. Поэтому разработчиков... Тут есть много изучения Мизида. Это почти как Т-1000 сделали. По-другому. Ой. Вот и все. О, идет. Камгер. Ооо. Где ты от меня? Где ты пустылый? Ой. Да ты... Хватит лещей выписывать. Ты че? Че такой буйный? Сука, буйный какой, а? Вещей мне, ну, выписывал. Ой, надо было пистолет сделать. Да блин! Сучара. Большой. О, три с патронами для пистолета, хоть да. Мы у меня патронами для пистолета теперь вообще отлично. Живем. А я вот сейчас бы мог патронами для пистолета поднимать. Ну да ладно. Там мне каркуши еще поклевали, блин. И вот наш терминатор оживает. Супостатина, мистер икс. Да, у него прозвище мистер икс. Это прототип, так сказать, немесеса. А че, ликеры исчезли? Оба-на-на. Ликеры-то исчезли. Интересно. Забываю про это место. Нам пока туда нельзя. Нам сказали, чешите бороду пока. Так, тут патроны. Блин, за Леню тут были патроны. Так, помню это место. Ну нахер. Взяли карточку. И сейчас... Сука, сгори нахер. Кислотой тебя обпалили. А че, такое там блестящее? Ну ничего интересного будет. Блин. ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. действительно сказать словно дальше мне не пройти чего иного не остается кроме как крушить стену бери эту кувалду бери топор руби хардкор чего-то могла у него базуки есть все есть м79 взял выстрелила по двери все нахер и не парилась так ведь нет игры не будет тоже уберем пока xxx ведь и совсем по-другому приходится игра уже второй сценарий стране как на первый сценарий проходите за и он а клара у нас по-другому лежит клара захарами ой ты откуда тут нарисовалась чё 8 патронов ой злые дядьки эти полицейские дюра на вас патронов не накосешься говнюки че еще выжил что же говнюки вот видите где мы медаль терзели а и Теперь карту мы используем. Двери открываются. О, верхняя дверь открылась. А, ну да. Залион, аж мы туда могли вначале попасть. Закрыли, видите, вот так вот. Опа-на. О-о-о. Не, не о-о-о. Чего вы такие же ученики? По 8 патронов нахер на зомбака. Ну это крындец. Дядя, вы припухли, по-моему. А, вот еще это мы читали уже. Пока здесь будет пароль-то, вот он. 2236. Кто хочет, тот нажимает на паузу. Так, где там зомбак шатается? Живой. Да. Не, она же начинает задрожать по 8 патронов тратить. Че у нас тут, залионым был у нас, этот, патроны для рабоша дали нам. Обалдел. Спрей. Спасибо, ладно, возьмем у нас, акипожарный. По идее, я этого не хотел. Я хотел патронов. Здесь нет ликера? Нету. Главное, патроны взяли. Да, коняшку-то я не вставил, вот я идиот. Единорога-то. Я спускался вниз, то зачем еще эту коняку ставить, блин. Пропускаем двери. Чтоб на ключик покончил. Теперь идем, куда нам надо. Возьмем патронов на зомбака, ну тут пипец, ну. Ну, хоть в голову снестреляла бы, снасиловала бы. Нет. Это из-за того ключа. Мы должны были вот туда возвращаться. Сук. Отключать есть не для меня. Копир. Нет, ничего нет. Сейчас патрули нам это читали тоже. Что из-за пластика, звучат класси-4. Там что-то, но это мы знаем. Только зеленого нам это не надо будет. Так, ступ-то, клиенты лежит. Там патруны лежали, как мы помню, здесь зеленого. Открываем штуку, двигали. Там сейчас будет сжигал, как я помню, лежит. А в этом-то ничего не лежит в шкафчике. Там же патроны для... А где мои патроны для пиголя? Кинули. Ну вот, опять патроны по-другому же расположены. Опять секлеер. Пробуем в других местах. О, травка. У меня, может, второй сценарий плохо очень, ребят, помнят? Бля. Точнее, я выводу. Мега ханыги. Может, из семи патронов умрешь? Давай ты сделаешь, что при исключении умрешь из семи патронов. Да ладно. Он же у меня послужился. Вчера реально помер с семи патронов. Прикольно. Он у него слышал и решил так... Ладно. Сделаю... Такое, сказать, одолжение. О, смотрите, там патроны лежат теперь. Лиштяк. Ну, тогда они тут не лежали. Они лежали. Вот здесь вот. Тут отчет сейчас лежит. Что-то габерации. Терри полиция ракула. Угу. А это мы читали тоже. Что-то в другом месте теперь отчет лежит. Хм. Ну, это все, ребят, я-то... Пролистовый группой, может, мы это читали уже. Кто-то захочет и нажимает на паузу. Ну, вот как раз. Тут, может, патроны появились. Сука. Нет. Помню, когда я первый раз в эту игру играл. На старых телевизорах-то, ну, кинескопных-то. Ну, в принципе, надо поставить на первый. Мне всегда казалось, что вот здесь вот, не знаю, как у меня какая-то жопа была. А не пойдешь, а не. О чем я думал? Да, тебе жопа? О-па. О-па. А что, нет у них у него? Ништяк. Это, конечно, очень хорошо. Опять, Ленка всех уже здесь зачистил. И литера не было, видите? Ленька прошелся. Мы за Ленкой проходили, чтобы всех смотрели. Патроны здесь тоже нету. Зажигалка нам больше нужна. Вот такой. Спраги тоже. Это тоже. Это тоже пока. А, надо ключа-чка-то взять. Не бачка этого. Особый ключ. Бачка. Да. Здесь есть один костюм, который вам подойдет. А что один-то? Хотите здесь мне не надо? Почему один за Леньку? Два было. Мы посмотрим, как тут будет выглядеть. В японской версии. Здесь лежит старое оружие. О, кольт. Берем. Это как заеду, когда в экстрим-баттл проходишь. Ох ты. Какая она спайдер-мэни-хомена. Он что, ей идет. Тяжечка такой, костюмчик. Так, что у нас? Ну, а что-то еще важно. Пираться, мы тоже вычитали. Заливаем. Так что, кто захочет, я как и говорил, вы можете все прочитать. Ну, этот пистолет мы допользуем. Пойдемте дальше. Ну, что потом отнесли подойти. Слишком темно. И что снаружи, не видно. Не меси, да там. Я спойлерю, да, ребят, спойлерю. Вот эту музыку вы запомните. Запомните вот эту музыку особенно. Ох, когда я буду третью часть проходить. Мне эта музыка будет надоедать. Я буду ее не любить. Что, есть патроны? Нету, нету, нету. Нету. Да как так-то? Что за... Жизнь-то, а? Почему в европейской версии все есть? Японцы, блин, все переделают по-своему, как хотят. А я бедно учился. Ищи патроны в других местах. Ну да, хотя интереснее проходить. Уже как-то непривычнее становится. Да и костюмчики, как мы видим, новые. Которых не было. В европейской. Да уже охреневая, что будет. В японском... В японской третьей части. Кхм. Так, ладно. Идем сюда. Идем туда, идем сюда. Туда, и сюда, и сюда, и туда. Леон! Ленька. Рад видеть тебя целой и невредимой. Но похоже... Нам не удастся найти здесь твоего брата. Вот же дерьмо. Что-то у нас чешет. Ну, Деми Криса мы тоже читали. Нет смысла задерживаться в этом месте. Давай разделимся, поищем выживших и уберемся отсюда. Согласна. И еще. Вот радио. Держи. Так мы сможем поддерживать связь, в случае чего. Так мы сможем поддерживать связь, в случае чего. Все. Намчались? Так, с Ребекку мы не будем забирать здесь, тыкать, затыкивать. Это вы можете посмотреть в предыдущей, первой части фотку Ребекки. Группа фотографии. Ладно, не группа членов. Групповая фотография. Группа членов, как было. Да. Немного другой перевод взял. Озвучку оставил то же самое. Ну, а здесь нет. Смотрите-ка. Что-то написано. Вот. Запечатные коробки. Здесь стоит запечатанный картон, как похоже на стол новичка. Но вот, как мы знаем про Ребекку. У нас есть арбалет. Факс пришел. Здесь перевод. Хоть текстовый тоже хороший. Я совместил как бы и текстовый перевод, чтобы был хороший. И озвучка. У меня может есть много разного, с чего есть выбрать. Петериальное полицейское отделение. Отчет о внутреннем расследовании. Крису Райсфилду, полиция Раккун-Сити, отдел Старост. Согласно вашей просьбе, мы провели внутреннее расследование и выяснили следующее. Первое. Касательно исследования вируса G, корпорации Umbrella, пока нет никаких подтверждений. Даже существование вируса G. Мы продолжим расследование этого вопроса. Два. Касательно Брайана Айронса, шефа полиции Раккун-Сити. По слухам, Айронс, за последние пять лет сколотил целое состояние на взятках руководства Umbrella. Есть сведения, что дело о лаборатории в особняке было закрыто по его прямому указанию. Известны и другие случаи, когда он покрывал темные делишки Umbrella. Во время учебы в университете его дважды привлекали в уголовную ответственность из-за изнасилования, но оба раза отпускали на свободу из-за недостатка улик и его феноменальных успехов в учебе. Ввиду вышесказанного рекомендуется соблюдать передельную осторожность в отношении этого субъекта. Джек Гамильтон, глава отдела внутренних расследований Федерации полиции США. Федеральная полиция. Вот же Айрон, сука. Блять, прибить его мало. Еще девок насиловал козлища, сука. Гребаный утырок, гандон, штопанный. Надо его на зону. Помогите мне! Вадик, Вадик. Вадень. Ну, Вадень. Вадень упал. Ой. Мне как раз пригодится арбалет. Хотя я могу побежать, наверное. Было бы намного умнее. Ну, ты что, один остался? Пистолет. Ля, может, тебе. Я перезритил. Сука. Надо вообще, вот, кажется, патроны. Блин, я же хотел из этого стрелять. Там скорострельней. Ну, ладно, что поделать. Что, опять ничего нету, что ли? Да еперный театр. Ничего здесь нету. Ну, здесь патроны у меня лежат. Тоже хорошо. Да, а зачем это за Леон это заделывал? Пипец. Я специально же этот шнур за Леона тут заделал, как помните, в предыдущей части. Не, ну, это не честно. Это не честно, ребят. Что-то что-нибудь появилось снова. Нет. Это же так вот комната выделена. Вот что-то же было там сделано специально. Хотя все, все не могу понять. Так бы найти бы разработки старого. Как они разрабатывались, что тут могло быть. Потому что видно, что разработчики хотели что-то здесь запихнуть в эту местность. Может, на боковке их нет, или еще что-нибудь. Эх. Что там? Камушек. Мы взяли камень. Красный. Что там написано? Шестидюймовый камень с выгравинами на боку змеей. Арбалет как называется, интересно. Мощный арбалет предназначен для охоты на крупную дичь в балете. Я такую крупную дичь не захотелся. Кольц. С.А.А. Арт Мандель. Любимое оружие ковбоев дикого запада. Легкое и быстро выходит из кобры. У-ху-ху. И-ха. Мы ковбои. И-ха-ха-ха-ха. Ковбойка наша. Хотя у меня тоже кожаный костюм был прикольный в европейской версии. Да, я прохожу не как, наверное. Там всякие спидраны или что-то еще. Я прохожу сам сейчас в свое удовольствие. И вам показываю, конечно же. Потому что я не проходил же эту игру. Японскую версию. Японскую версию. Японскую версию. Так-с. Давайте это выложим. Ляпы поменяем на обычную. Это мы тоже сменим. Ну все, тогда. Камушка надо поменять еще. Так-с. Сейчас мы сохранимся. Вот как раз я забирался тоже добавить инкру. В данный раз. Ну и всем, ребят. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Непрайти Живьсот Восем. Не забываем ставить Любо тем, кто не подписался на мой канал. Обязательно подписываться. Ну и, конечно, расставляйте ваши комментарии по данным видео. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...